День за днём Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 667 сообщений Открытие баскетбольного сезона Первый матч Центрального федерального округа прошёл в городе Атомщиков А теперь подробнее об этих и других новостях Вчерашние выпускники получили возможность найти престижную работу по специальности Смоленские предприятия стали участниками программы «Стажировка» Благодаря этому проекту бывшие студенты получают рабочие места и опыт Организации молодых перспективных сотрудников и денежную компенсацию Ежегодно такую стажировку проходит около полусотни выпускников вузов Смоленщины Из них примерно 40% как правило получают постоянное место работы Остальные получают шанс трудоустройства на других предприятиях 22 октября на рабочем совещании представители городских инфраструктур Подвели итоги прошедшей недели и обсудили предстоящие задачи За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 194 сообщения Госпитализировано 98 человек Городской роддом закрыт на плановую санитарную обработку Системы жизнеобеспечения Десногорска работают в штатном режиме Все потребители обеспечены ресурсами, ограничения отсутствуют Продолжается месячник по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий города К работам продолжают присоединяться всё больше участников В сегодняшний момент мы уже работаем совместно с МОЭЦКО Атомной станцией, с МОЭЦКО, с МОЭЦКО, с Эллсом и УНСКОЕЦКО уже выходили Ждём остальных наших партнеров И работа продолжается в эффективном взаимодействии Служба продолжает уборку листы Работа в парковых зонах Закончили шатёр на фонтане Сегодня приступим к покраске Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Анна Королёва анонсировала новое мероприятие Совместный благотворительный фонд «Память поколений» 24 октября в 12.00 в Восстанбургском уступе Крыльевическом музее 3-й микрорайоне состоится торжественное открытие фотопроекта «Герои России, каким их не видел никто» Приглашаем всех жителей и гостей города 28 октября с 13.15 до 14.30 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электрических сирен и передачей речевой информации Население города просят сохранять спокойствие В следующем году по стране прокатится волна сокращений Об этом заявляют специалисты интернет-порталов по поиску работы По их данным, почти каждая десятая компания планирует избавиться от лишних сотрудников В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе форума «Открытые инновации» призвал россиян готовиться к переквалификации и заработизации труда По словам главы правительства, сейчас в производстве в масштабах всего мира задействованы приблизительно 2,5 миллиона высокотехнологичных устройств Роботов в основном используют те страны-планеты, которые сделали для себя соответствующий выбор и где оказались технологические и финансово готовы к роботизации О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГООЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГООЧС города Десногорск привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой 6 раз по вскрытию дверей 2 раза по спиливанию деревьев 1 раз За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 667 сообщений из них 256 служных поступило и отработано 11 просьб от населения Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России В 2019 году спрос упал на 1%, что является рекордным показателем за последние 4 года Это связано со снижением потребительской активности и переходом на общественный транспорт и такси Согласно результатам последних опросов 47% водителей рассматривают возможность реже использовать автомобиль из-за дорогого бензина Другими причинами для сокращения пользования личным транспортом стали дорогое обслуживание машины финансовые трудности и попытки экономить бюджет а также большая загруженность дорог забота об окружающей среде и плохое состояние дорог 19 и 20 октября стартовало регулярное первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд Кто стал соперником хозяев поля Десногорской команды «Динамо-Росэнергоатом САЭС» и как прошла игра расскажем прямо сейчас В чемпионате ЦФО участвуют 6 городов Брянск, Тверь, Курск, Рязань, Липецк и Десногорск Первенство проходит с разъездом 2 игры дома, 2 на выезде До декабря пройдет два круга соревнований а третий состоится в начале 2020 года В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» команда Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом САЭС» приняла соперников из баскетбольного клуба «Брянск» Схватка этих команд выдалась довольно напряженной Отдельно могу сказать, что наша команда на 70% изменилась в отношении с прошлым годом омолодилась У нас человек, это мужчина, так скажем, играют а остальное все молодежь Несмотря на молодой состав нашей команды игроки уверенно шли к победе и ничем не уступали опытному сопернику В этом им помогали не только боевой настрой и наставление тренера, но и поддержка болельщиков Тем не менее, с небольшим отрывом в первой встрече команда представителей «Брянщины» удержала преимущество и добилась победы со счетом 77-60 Соперник очень серьезный В прошлом году он занял первое место в подгруппе а на финальном этапе они стали бронзовыми призерами совсем немного уступив в полуфинале Поэтому команда соперника сегодня фаворит У нас молодая команда, ничего, боремся Цепляемся, вчера неплохо сыграли С самого начала второго матча хозяева поля начали активную техничную борьбу за мяч Но после первого тайма команда соперников начала активно наращивать свое преимущество и осталась в фаворитах Матч закончился со счетом 104-54 Обе игры для подопечного брянского тренера Сергея Сивалоба совершились победой Следующая встреча команды из Десногорска гостевая и состоится в ближайшие выходные Соперником будет баскетбольный клуб «Тверь» После такой захватывающей игры хочется непременно взять в руки мяч и попробовать себя в этом виде спорта День Афишкова, Александр Европеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В регионе прошел фестиваль «Смоленский оберег» Он объединил творческих детей с ограниченными возможностями Проявить таланты, а также пообщаться со сверстниками собрались ребята из всей области Дети танцевали, пели, показывали сценки а гвоздем программы стал жестовой танец Также на фестивале в необычном формате видеопрезентации прошла выставка подделок Работы поразили уровнем исполнения Многие из них были выполнены детьми с нарушениями зрения В будущем смоленская команда примет участие в чемпионате профессионального мастерства для молодежи с ограниченными возможностями «Абилимпикс» А теперь коротко о погоде 24 октября в Десногорске будет облачно Днем плюс 13, ночью плюс 3 На сегодня это все новости Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин